Всем привет! Спасибо, что смотрите мой канал. В сегодняшнем своем видео я постараюсь ответить на большинство ваших вопросов относительно получения национальной визы для переезда в Германию, как поздние переселенцы из России. Я подчеркиваю, что именно из России, поскольку допускаю, что требования, предъявляемые гражданам Казахстана, Украины и других стран, могут несколько отличаться от требований, предъявляемых к россиянам. Поскольку вы планируете долгосрочное, а точнее постоянное проживание на территории Германии, вам необходимо будет оформить именно национальную визу категории D. Для получения визы для выезда в качестве поздних переселенцев и членов их семей вам необходимо будет собрать целый пакет документов. Эти документы должны быть предоставлены в оригинале, а также должна быть к ним сделана обычная простая копия. Итак, что за документы необходимо собрать? Первое – заграничный паспорт и копии всех заполненных страниц. Второе – это внутренний паспорт, то есть паспорт гражданина России. Далее. Одно заполненное на немецком языке заявление на выдачу визы с собственной подписью. В это заявление нужно будет вклеить фотографию и также приложить одну фотографию для визы. К фотографиям предъявляются определенные требования. Фотография должна быть размером 3,5 см на 4,5 см. Должна быть актуальной и цветной. Под этим видео я оставлю для вас ссылку, по которой вы сможете найти формуляр для заполнения заявления о выдаче национальной визы, а также ссылку, по которой вы можете посмотреть образец уже заполненного заявления. Далее необходимо предоставить уведомления о приеме «Aufnahmebescheid» или «Ein Bezinsbescheid». Далее. Свидетельства о гражданском состоянии, подтверждающие родство с основным заявителем. То есть это свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака и свидетельства о расторжении брака, если таковые имеются. Для заявительной, начиная с 14 лет, необходима также справка из полиции об отсутствии судимости. Срок действия такой справки для подачи заявления на получение национальной визы составляет 30 дней. Из нашего опыта хочу сказать, что вопросом получения такой справки лучше озадачиться практически в самом конце, когда вы уже планируете ехать в консульство. Справка изготавливается достаточно быстро и срок ее действия истекает также быстро. Если основной заявитель уже проживает на территории Германии, то вам также потребуется предоставить, первое, справку о его прописке с подтверждением того, что он лично присутствовал при ее получении. И срок действия этой справки составляет максимум 14 дней. И допустимая ее факсимильная копия, то есть можно получить эту справку по факсу и предоставить в консульство. И второе, необходимо будет предоставить справку о приобретении статуса позднего переселенца, то есть ШПЭТ АУЗИДЛЕРБЕШАНИГУ. Для супругов и совершеннолетних детей поздних переселенцев необходимо подтверждение языковых знаний, то есть сертификат А1. Для каждого несовершеннолетнего ребенка нужно будет предоставить свидетельство о рождении ребенка. В случае, если право опеки имеет только один родитель, то нужно будет предоставить свидетельство о смерти второго родителя, либо решение суда о лишении родительских прав второго родителя. В остальных случаях понадобится нотариально заверенное согласие второго родителя, который не выезжает в Германию вместе с ребенком, но обладает родительскими правами на выезд ребенка с целью постоянного проживания в Германии. А также данное согласие должно содержать указание на то, что выезжающий с ребенком родитель получает полномочия на неограниченное осуществление родительских прав. Помимо этого, на каждого несовершеннолетнего ребенка также составляется заявление на выдачу национальной визы, и такое заявление должно быть подписано законным представителем или законными представителями ребенка. Если пакет перечисленных НОИ документов окажется неполным, то это может послужить основанием к отказу в выдаче национальной визы. Помимо сбора всех названных НОИ документов, нужно будет записаться на прием в консульство. Для этого нужно будет позвонить по телефону колл-центра. Каждый заявитель записывается на прием отдельно на определенное время. То есть, например, если семья состоит из трех человек, то необходимо будет назначить три приема, и у каждого члена семьи будет свое время определенное. Кроме того, будьте готовы, что по телефону для записи на прием вам придется сообщить свои личные данные. Поэтому держите их под рукой, когда будете звонить в консульство. Заявление о выдаче национальной визы может быть подано за три месяца до запланированного выезда в Германию. Кроме того, необходимо личное присутствие заявителей в консульстве при подаче заявления, так как для получения национальной визы необходимо пройти регистрацию биометрических данных. Проще говоря, у вас будут снимать отпечатки пальцев. Регистрация биометрических данных осуществляется в отношении лиц, достигших 12 лет. Дети, не достигшие 12 лет, также должны лично присутствовать в консульстве при подаче заявлений. Но в нашем случае, когда мы ездили в консульство, моему сыну был всего год, мы спросили и нам разрешили его не привозить. Заявление, как правило, рассматривается от 6 до 8 недель. В нашем случае, с момента подачи заявления до получения национальной визы прошло всего 3-4 недели. И что касается визового сбора, то мы его не оплачивали. По крайней мере, на тот момент, когда мы получали национальную визу, то являясь поздними переселенцами и претендуя на переезд в Германию на ПМЖ, мы такой визовый сбор оплачивать не должны были. Если у вас еще остались какие-то вопросы по поводу получения национальной визы, задавайте, я с радостью постараюсь на них ответить. Ну а я вам желаю, чтобы на вашем пути было как можно меньше препятствий. И если переезд в Германию является для вас мечтой, то чтобы она обязательно осуществилась уже как можно быстрее в ближайшее время. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого наилучшего. Все будет хорошо. До новых встреч. Всем пока.